Новые грани великого мастера. Пабло Пикассо. Игра в искушение. Экспозиция под таким названием открылась в Ивановском художественном музее. Картина привезла выставочная компания из частного французского собрания. По российским регионам работы знаменитых на весь мир художников, таких как Пикассо, путешествуют нечасто. Чтобы даже на время заполучить картины, музейщики должны сильно постараться. Не во всех городах мы можем позволить себе, потому что должны быть обязательно соблюдены требования, как температурно-влажностный режим, так и пожароохранная сигнализация, потому что выставка застрахована. И музей должен предоставить все необходимые документы и отвечать требованиям. Даже как и площади, все-таки по 105 работ их тоже нужно где-то разместить. В Иваново привезли 105 работ. Серия создавалась, когда Пикассо было 86 лет. Состоит она в основном из гравюр. Он был уединен на вилле Калифорния в окружении своей любимой козы Эсмеральда, ее кличка была, да, и одноглазая сова. И вот находясь в полном одиночестве, он создавал эту серию. Так появились 347 работ под названием «Суита 347». В этом возрасте уже признанный мастер мог позволить себе многое, но не сделал этого. Несмотря на откровенность выставки, пошлости здесь нет. Есть эротика и любовь. Автор изображает и себя. Он то карлик, то римский император, то орликин. В одних работах художник подглядывает, как другие занимаются любовью. В других он сам предается утехам с моделями. Для нас здесь в первую очередь важно видеть, как Пикассо строил свою композиционную речь, свои листы решал композиционно. Здесь очень интересные композиции. Здесь очень интересное, как говорится, уникальное просто владение линии. Композиции построены на линии и небольшом пятне, заштрихованном. Есть несколько работ, я видела, они как бы уже не односеансные, а несколько сеансов, как я полагаю, либо очень длительный сеанс. Но в основном здесь работы очень тонкие, которые такой мастер, как Пикассо, мог сделать, я не знаю, 15-20 минут. Создатели экспозиции рассказывают, не нужно придумывать и пририсовывать этим работам то, чего в них нет. Есть цирк, театр, юмор и даже сарказм. Это лишь малая часть творческой вселенной Пабло Пикассо и правильная реакция на выставку «Улыбка». Гостить откровенные работы в Иванове будут до 5 февраля. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.